приветствую всех на моем канале в одном из своих прошлых видео я снял видео вопрос почему не складывается спинка сиденья в нашем reno scenic 3 возможно в меган 3 тоже такое сиденье не скажу не знаю то есть вот этим рычажком мы должны нажимая на него класть эту спинку вровень сидушкой получается как столик ровное такое сиденье для перевоза длинномеров очень удобно спасибо тому зрители который подсказал куда копать значит здесь тросиковый привод вот у меня видите здесь пытается она на этой части а там что-то держит не пускает с правой стороны поэтому я уже добрался и покажу что и как надо делать для ремонта этой неисправности не нужно снимать все сиденье не нужно снимать обшивку для ремонта нам нужно будет проникнуть только вот в этот узел который находится возле подлокотника ну а это я разберу для того чтобы показать как работает механизм опрокидывания спинки снимаем этот рычажок для складывания спинки сиденья но я уже все подготовился быстро показать просто отверткой подковыриваем его широкой шлицовой вытаскиваем эту крутилку тоже вытаскиваем подковыривая по кругу отверткой вот она имеет такой вид снимаем ее затем вот эту заглушечку уже выковыриваем там болтик отверткой торкс выкручиваем этот болтичек я уже выкрутился подготовил и снимаем вот эту крышечку с крышкой тоже проблем особых нет но надо аккуратно чтобы эти вот дальние крепления не сломать двигать ее туда-сюда пытаться найти положение нас лезть значит смотрим что здесь управляет механизмом складывания сидушки вот здесь у нас тросик такой находится я смотрю что он с этой стороны свободно двигается но в собранном состоянии он будет одет сейчас мы покажем попытаюсь на что он там одевается так одену этот рычажок рычажок так даже чтобы видно было вот видно что здесь какой выступ и он должен одеваться на него но дело как оказалось не с этой стороны вот тросик у меня свободно ходит ремень не мешает ходит и то есть он не пружинит видимо он там слетел с дальнего конца поэтому я буду разбирать снимать крышечку с левой стороны если по ходу движения смотреть тросика надо попробовать вот вернуть в оболочку на его место здесь просто зацепить как я понял он должен вот этим круглым вырезом цепляться за этого фиксатора и вот мы будем когда складывать сидушку пытаться он должен у нас вытягиваться но еще что-то цепляет надо разобраться что же здесь цепляет и здесь немножко доступ будет потяжелее посложнее потому что мешает подлокотник если у вас версия без подлокотника то конечно доступ будет попроще но буду пытаться залезть так уважаемые зрители крышечку я снял трудно давалось нижняя защелка сама на крышке этой придется помучиться вот это ее просто надо тянуть всю крышку вниз чтобы снять больше всего времени она у меня заняла по съему так в общем чем было дело сейчас покажу слетел тросик вот он свободно ходит как видно это тросик у меня здесь у него свободный ход я долго думал скажу честно куда его закрепить потому что таких сидух я не видел в разборе этого механизма оказалось вот сюда вот здесь есть такое отверстие и он должен тянуть за вот эту вот скобу этот механизм я его вставляю я его вставляю сюда на свое место вот так еще можно каким-нибудь или фиксатором резьбы либо не знаю супер клей будет держать или нет в общем что-то надо еще туда наклеить наложить чтобы он уже крепко держался не приходилось больше сюда за залезать почему и слетел это тросик крепится он здесь не сильно как понятно вот он сам тросик с той стороны здесь вот два таких ус а расширены кто-то дергал когда не получалось ложить сильно нажал и он выскочил поэтому никаких грубых движений не получается не складывается спинка взяли и подергали туда-сюда и она сложится так почему вот все здесь не нужно усилий больших прилагать просто если спинка не складывается нужно покачать зад вперед она найдет свое положение пойдет все спинка работает спинка складывается как нужно назад нажимаем она возвращается свое место то нам еще завалено назад откинута а так в принципе я соберу покажу как уже все работает собранном виде вот такие дела вот спинка у меня уже ложится если не сразу покачали понажимали все так как и было зуб задумано очень удобно для перевозки длинномеров если какие-то рейки бруски доски и так далее сложил заднюю сидушку и можно перевозить длинномер или там удочки спиннинги порядка трех метров здесь расстояние будет до передней панели и еще если вы будете делать эту работу если у вас не складывалась эта спинка то сразу отсюда и начинайте разбирайте вот эту заглушку эту крышку снимаете я начинал отсюда чтобы посмотреть в принцип работы принцип действия чтобы вам не совершать лишнюю работу сюда не стоит лезть тросик который слетает находится здесь как вы поняли и сразу снимаете эту крышку и начинайте его искать и ставить конец этого тросика на место всем спасибо за просмотр спасибо за помощь комментатору не помню имя кто мне предложил это сделать большое ему благодарность что он сходил гараж разобрался и сделал мне такую подсказку всем удачи всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки до свидос